Николай Игорёв, осеннее чувство. Ты пришло уже, небо туманное, ты рассыпалась мелким дождём, ты повеяла холодом, сыростью в опечаленном крае моём. Улетели куда-то все пташечки, лишь ворона на голом суху, сидя жалобно, каркает, каркает и наводит на сердце тоску. Так же сердце грустно и холодно, как же сжалось бедняжка в груди, а ему бы всё вдаль, словно ласточки, в тёплый край бы хотелось идти. Не бывать тебе сердце печальное в этих светлых и тёплых краях, тебя сгубят под серыми тучами и и схоронят в холодных снегах. Вот такой замечательный стих написал в августе 1839 года Николай Игорёв. Был такой русский поэт, публицист, революционер. Как раз родился он 6 декабря 1813 года, 207 лет назад. Николай Платоныч Игорёв родился в Петербурге, учился в Московском университете, был одним из организаторов студенческого кружка, за что в 1834 году был отправлен в ссылку в Пензенскую губернию. С 1840 по 1846 годы провёл за границей, слушал курс лекций в Берлинском университете. С 1846 поселился в своём пензенском имени, где женился на Тучковой. В 1850 арестован, но вскоре был освобождён. В 1856 году Игорёв эмигрировал в Великобританию и жил в Лондоне. Вместе с Герценом, который был его близким другом, возглавлял вольную русскую типографию. Николай Платоныч Игорёв был одним из инициаторов и редактором еженедельника «Колокол». Он работал с социально-экономическую программу, разработал уничтожение крепостного права через организацию крестьянской революции и развил теорию русского социализма, выдвинутую Герценом. В социалистических воззрениях Игорёва важную роль играла народнические тенденции. Он участвовал в создании революционной организации «Земля и воля». Перу Игорёву принадлежат ряд произведений романтической направленности. Он является автором нескольких поэм и множественных стихотворений. Наиболее известна его поэма «Юмор». Писал он и публицистику, пропагандируя идеи реализма. В 1865 году поселился в Женеве в связи с переездом из Лондона вольной русской типографии. В 1873 году вновь вернулся в Лондон. Николай Платоныч Игорёв дожил до 12 июня 1877 года близ Лондона в Гринвиче. Но, тем не менее, его прах покоится на Новодевичьем кладбище в городе Москва. Ну что ж, вот такое у нас на сегодня событие. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...